Узнать бизнес изнутри ради будущего. Новый проект благотворительного фонда «Надежда» называется «Включайся, будь успешен». Он помогает выпускникам детских домов определиться с профессией. Проект в этом году перекочевал к нам из Москвы. А всё потому, что сотрудники фонда «Надежда» уже 20 лет успешно помогают детям-сиротам, выпускникам детдомов и подросткам из приёмных семей. Начинали в 96-м, когда о модном нынче волонтёрстве никто даже не слышал. А в детских домах просто не хватало обычных продуктов и одежды. Мы оказываем разностороннюю помощь, как материальную, психологическую, социальную. Решаем вопросы выпускников, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вот «Опора России» в данный момент организовала нам экскурсию в салон красоты, где наши выпускницы могут посмотреть, как что происходит, определиться с выбором своей профессии и осознанно подойти к дальнейшему будущему, кем они будут работать и чем заниматься. Сейчас у фонда более десятка проектов, филиалы в Костроме и Кирове. Во Владимире создан Центр поддержки для подростков. Отдельно помогают выпускницам детдомов, ставших мамами. С 2004 года через фонд прошло более 100 юных матерей. Желающих принять экскурсии непосредственно на производстве находят опоры России. Бизнесмены сами заинтересованы в хороших работниках, поэтому готовы всё объяснять и показывать. У Ольги Мещеряковой, владелицы салона красоты, уже был опыт волонтёрства. И необычных гостей она приняла с удовольствием. Я думаю, что обязательно надо устраивать такие экскурсии. И надеюсь, многие предприятия соглашаются на это. Потому что дети изначально видят, грубо говоря, всю кухню изнутри. Мы рассказываем им об этом. И им уже легче определиться, правильно ли они путь выбрали, идти ли им работать куда-то, стоит ли вообще что-либо совершенствоваться в этом. Нынешние экскурсантки учатся в разных колледжах на парикмахеров и косметологов. Они же бывшие выпускницы Камешковского, Покровского детских домов, Лухтеновской школы-интерната и опекаемые дети. Всего в области 8 детских домов для школьников. В самом большом проживает 66 человек. Да, я первый раз. Ну, нормально. Я получила много информации, которую не знала. Ну, про солярий я никогда не знала. Про солярий, какой там свет и сколько там надо стоять. Да, я вообще думала, что тут просто парикмахерская. А тут и косметология, и массаж. Ну, даже ногтевой сервис, чем я увлекаюсь. И мне очень понравилось. Рассказали немного историю открытия. То, что мне обязательно нужны огромные финансы, чтобы открыть свой салон. Вот. И это очень мотивирует. Папы у Люды не было никогда. Мама пила. Поэтому в 13 лет вместе с младшей сестрой она сначала оказалась в приюте, потом в интернате, а затем и в Покровском детском доме. Сестру удочерили сразу же, а Люда до выпускного так и жила в детдоме. Говорит, что воспоминания о нем остались самые лучшие. Все друзья оттуда. Ну, в основном мы так и общаемся. Те, кто из детского дома. Мы вместе выпускаемся, вместе общаемся. У меня лучшая подруга, которая со мной в этом детском доме. Мой молодой человек тоже из этого детского дома. Ну, как бы у нас так получилось, как будто из детского дома и не выходили. Это не последняя экскурсия. Впереди еще точки общепита, мебельные производства и многое другое. Но, по словам представителей фонда «Надежда», для каждого такого ребенка самое главное – встретить своего человека, который не даст скатиться в пропасть, подскажет верное направление в жизни и поможет поверить в себя. Светлана Миронова, Стас Трегубов, губерния 33.